я нашел такой природный участок где здесь здесь растет трава уже начали деревья расти и решил посмотреть что же здесь вот может быть здесь на протяжении я думаю 5-6 лет точно ничего не происходило здесь уже растет трава вот как раз я здесь может быть здесь явно будет виден вот этот здесь может быть видите что здесь есть тернина здесь есть даже слой который в корнеобитаемый слой делал там 10 сантиметров и даже мульча от растительных остатков которые оставались в межсезонье то есть даже цвет немножко другой вот на верхнем верхнем верхний слой здесь очень много корней можно так как корневищ пырей а дальше то есть ниже 10 сантиметров здесь кстати посмотрите что в данном слое до 10 сантиметров может быть даже больше основное основное количество корней то есть здесь они в основном представлены все практически корешки а дальше потом идет отслоение расслоение то есть вот он как раз то вещество которое ну то есть это получается тот же самый чернозем только он уже законсервированный здесь уже как бы меньше он прям как как будто отскакивает он отскочил отскочил и здесь вот получается вот эта крупка это ничего плохого в этом нет просто это как раз вот по действиям анаэробного анаэробного процесса почва здесь она ну как бы законсервирована не дает питание то есть природе это конечно хорошо то есть это идет накопление питательных не питательных а плодородия почвы как раз в целом так вот и образовал образовывается почва почвообразовательный да этот процесс он-то и происходил именно так потому что представьте себе что растение набирает массу потом опять же его тратит нет все это накапливалось из года в год поэтому в некоторых регионах там получается глубина того же плодородного до горизонта на и метр может быть того же чернозема типичного то есть такие вещи есть в природе они есть и на полях как это регулировать опять же все зависит от климат климатической зоны чем теплее тем меньше тем больше тепла тем больше к примеру вегетационный период тем наверное аэробный слой ну ниже глубже чем холоднее тем он конечно же будет выше то есть он будет может быть меньше десяти сантиметров или будет в этой же зоне но и опять же чем сильнее будет консервация того же аэробного слоя то есть меньше отдачи вот так рассыпается вы часто видите и часто это еще и на переуплотненных почвах встречается там где к примеру трактор проезжает то есть этот слой к примеру аэробный слой он уменьшается чуть ли не до пяти и до двух сантиметров особенно там где техника тяжелой проезжает это вот есть и в природе то есть это не только у меня на там у нас на участке на поле но и здесь это все присутствует поэтому это нужно знать это в основном проблема почвы с высоким органическим веществом я попробую скором времени да там как бы обозначить то что там говорил об этом на тот моему как бы в тридцатые годы там вильямс об этом потому что этот вопрос он был еще в начале века это да еще такие же проблемы это похоже да на плужную подошву такая же бывает и плужная подошва но в основном это вот из-за того что доступ воздуха к нижним слоям он ну как бы прекращается или почва переуплотняется и в этой почве как бы меньше воздуха даже похоже иногда да на какой-то уголек особенно такие на таких переуплотненных участках вот так вот это вот природный природный такой участок который саморегулируется и опять же себя защищает от того чтобы ну не тратить все плодородия наоборот накапливать для самих же себя это вот как вот так происходит происходит до дерновых дерновый процесс почвообразования по действиям по действиям бактерий аэробных бактерий ну и как опять же анаэробных в плане консервации примеру дерновый подзор подзолистый тип он уже под действием грибов преимущественно происходит а этот процесс он больше больше подходит для степной зоны до леса степной зоны как раз в этих местах ты представлены преимущественно черноземы и высоко гумусированные такие почвы а